Мы живем интересное время, насыщенное множеством событий, перемен, изменений мировоззрения, взглядов на жизнь, насыщенное многими интересными событиями, которые по-разному людьми оцениваются, трактуются. Но одно из самых массовых на сегодняшний день тем для разговора, разного рода внутренних переживаний, сомнений, волнений, иногда даже негативных переживаний – это тема денег. Поэтому мне бы хотелось сегодня несколько таких, на мой взгляд, важных моментов, вопросов осветить. Вот, несмотря на то, что о деньгах сегодня очень много говорят, существует множество тренингов, множество теорий, множество взглядов по этому поводу, я хочу задать два простых наивных вопроса. Что такое деньги и для чего они нужны человеку? Вопросы детски наивные, но тем не менее оказывается, что ответы на эти вопросы могут занять, наверное, сотни часов эфирного времени, много томов разного рода мнений, сопоставлений, суждений и так далее. Потому что, когда человека спрашиваешь, что для тебя деньги, ответы самые разнообразные. Для кого-то деньги – это энергии, для кого-то деньги – это возможности, для кого-то деньги – это инструменты, для кого-то деньги – возможность быть счастливым, для кого-то деньги – это купюры, монеты, банковские счета. Тогда что же получается? Получается, что деньги – это некая субстанция, которая может пребывать с точки зрения современной науки в различных агрегатных состояниях. От тонких состояний нематериальных в виде энергии до вполне материальных вещей в виде монет, купюр и банковских счетов. И по большому счету искусство работы с деньгами – это искусство перевода вот этой субстанции из одного агрегатного состояния в другое, то, которое нам на сегодняшний день действительно необходимо. То есть, в общем-то, получается, что искусство работы с деньгами – это решение некой технической задачи. То есть, есть некие алгоритмы, как это сделать, причем без всякой магии, без всякого колдовства, без всякого волшебства решения технической задачи – перевода этой субстанции из одного агрегатного состояния в другой. И вот подход, который я предлагаю, собственно, как раз и заключается в том, чтобы решать эту задачу, продолжая оставаться человеком и развиваясь как человек, развивать те качества, которые нас человеком делают. А это уже некий алгоритм, а это уже некая последовательность действий, вполне понятная и с точки зрения науки, и с точки зрения жизненного опыта, и с точки зрения тех способностей и возможностей, которые у человека есть. Так вот, у этой субстанции под названием деньги есть свои законы, по которым она живет и существует, по которым эта субстанция взаимодействует с человеком. И эти законы не мы создали, они существуют в ней как бы уже как данность. И одна из задач – понять эти законы, и когда мы эти законы понимаем, по которым эта субстанция живет и развивается, нам легче становится с ней взаимодействовать. Поэтому вот эта формула, как работать с субстанцией под названием деньги, мы с вами эту формулу выведем на семинаре, на тренинге, который я регулярно провожу здесь, в городе Харькове. И мы постараемся на этом тренинге и семинаре научиться избегать ловушек Кощея, превращений в плюшкиных и других существ, которых деньги, страсть к накопительству, жажда этих денег, неуемное и незнание законов, по каким эти субстанции живут, превратили вот таких вот жалких существ и неприемлемых для нас с вами. Никто из нас не хочет стать Плюшкиным, никто из нас не хочет стать Кощеем, хотя, скажем так, о бессмертии мечтают все.